Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface. Привет, братишки! Красавчик! Сегодня, друзья, будем говорить о такой новинке, как Хеклер Ундкох-121. Могучий пулемёт, у которого 200 патронов, у золотой версии 210, качественный звук и внешний вид, который, прямо вот скажем, можно именовать так, со вкусом. Это не какое-нибудь пёстрое оружие цыганского наркобарона или американского сутенёра. Это действительно красивое, стильное, по-настоящему военное оружие. Наверное, кто-то скажет, что «Я хочу более яркое» и так далее. Но лично я оцениваю внешний вид данной пушки как реально хорошо, на крепенькую четвёрочку. Однако стоит заметить, что мы с вами здесь собрались вовсе не из-за внешнего вида и звука, а, конечно же, прежде всего из-за нагиба. Что он из себя представляет? На что способен? И стоит ли вообще его выбивать? Вот об этом сейчас и поговорим. Конечно же, начав с самого главного, то, что мы можем увидеть и по этим параметрам оценить данный ствол. Это, конечно же, ДТХ. Как мы видим, у данного пулемёта отличный урон. Великолепный, просто нереальный для такого урона ТЭП-стрельбы. И офигенные параметры точности. Магазин, сука, на 200-210 патронов. И пусть и не самая нагибная, но вполне неплохая дальность стрельбы. Однако, как вы видите, здесь особо интересные ТТХ-скрытые. И мы сразу понимаем, что, оказывается, дальность здесь уже не так роляет. Потому как минималка 56, а это очень круто. Да множитель в голову, пятёрочка, деточка. Это вообще мега нагиб. Что касается множителей, голова, тела, руки, ноги. Здесь всё стандарт, современной нагибной единица, кроме рук. И я понимаю, почему сделали 0.9, а не единицу. Весь смысл в том, что при таком темпе, более 650 единиц, давать множитель в руки единицу, это возможно сделать очередную имбу. Ну, во всяком случае, так я подозреваю, мыслят наши разработчики. И, конечно же, они заблуждаются. Потому что даже если дать 660 темпа стрельбы, да с такими ТТХ, то плюс-минус тот же СИК-МПХ будет, во всяком случае, не хуже, чем этот пулемёт. А оружие сегодня надо делать прежде всего для РМ. И да, многие сейчас заговорят опять, что, ну лучше же вести в Хутаген турнирный регламент. Но, ребят, объясняю вам простым языком последний раз свою позицию, а вы хорошенько над ней подумайте. Турнирный регламент хотят вести только для того, чтобы понерфить метовый донап таким образом. Потому что нерфить напрямую разработчики уже поняли. Нельзя, люди разбегаются из игры. Ну а потом уже плясать от этой меты и вводить новые имбы на РМ Вартфейс. Вот и всё. Так что, поверьте, никаким балансом там нафиг и не пахнет. И ни с какими вартбаксами вы там не поиграете. Просто думайте своей головой, прежде чем что-то поддерживать, или наоборот, против чего-то выступать. Ну а мы продолжаем по пулемёту. Ну он лучше же других пулемётов. Да, капитан Очевидность, конечно же он лучше других пулемётов. Но на самом деле как? Вот однозначно я бы сказал, что он лучше, чем все пулемёты, кроме, может быть, Стонера. Стонер, он вроде как по ТТХ хуже, друзья. Но есть у него одна фишка, по которой он однозначно, вот, намного лучше, нежели Хеклер Унткох 121. Это, ребятки, отдача. Кто вообще придумывал отдачу на Хеклер Унткох, я не пойму. У 121-го отдача, она, понимаете, она лёгкая. То есть контроль тебе вообще не надо. Ты даже не думаешь, какой контроль. Ну там история примерно вроде как плюс-минус та же, как там с каким-нибудь 12-м калашом. То есть поднимает куда-то её очень слабо. Однако, друзья, это ни хрена не исправляет главную проблему. Это ужасный рандом влево и вправо. Данный пулемёт, понимаете, вот, я понимаю, рандом у 12-го калаша. Вначале пули летят ровно, потом она как-то начинает в одном месте рандомить. Это нормальный рандом. Это гуд. Даже у какого-нибудь Гильбоа Снэйка, он же Бильбоа, отдача рандомит иногда бывает немножко неприятно. Но в целом она рандомит примерно в одну кучку. А вот у 121-го, её, понимаете, в определённый момент, после нескольких там первых 5-7 выстрелов, её начинает калашматить влево-право просто жесточайше. Из-за этого вы прямо маркером ведёте по голове противника, а у меня даже была один раз такая ситуация, что противник стоит передо мной, у меня прицел точно на его башке, и я жму. И я прямо вижу своими глазами, как пулемёт трясёт влево-право, прицел посередине, а пули летят вот так вот, прямо на полшишечки от его головы, вы понимаете? Вот это вообще дичь. Конечно, так рандомит не всегда, и чаще всего более-менее можно попадать в голову хорошо, успешно, и ставить мозголомые вышибатели. Но извините меня, такое тоже частенько происходит, и это такая дичь. Кто вообще такую отдачу придумал? Разработчики, серьёзно, зачем я просто не пойму? То есть по факту, то, что написано в ТТХ вот это, точность 31, там всё круто, нифига подобного. Вот реально, на этом пулемете точность можно смело писать 29. Вот серьёзно, точность 29, это будет про него. А против АК-12 потягается? Кэп, ты уже на АК-12 перешёл, пойми, дружище, он-то может потягаться. Ему, дая отдачу, как у АК-12, он не то что потягается, он будет лучше, чем все штурмовки в игре. Серьёзно. Но в том-то и проблема, что этот пулемёт, я не говорю, что он говно, ребят, вот я этот пулемёт оцениваю как годно. Именно годно. Когда ты только берёшь его, вначале он тебе дерьмищем полным кажется, из-за отдачи. Вроде она лёгкая, но сильно рандомит. Потом, когда ты приноровишься, ты начинаешь с ним гнуть. Ну вы видите, тут как бы нормально, мозголомов, вышибателей, всё нагиб. Я даже с ним сделал один раз, по-моему, 17 тысяч очков на мясорубке, да. 16 с лишним или 17. Там что-то за 70 фрагов ушло, как бы и мозголома, и всё нормально. Но, во-первых, не каждый оценит, не каждый захочет к этому привыкать. Я с этим пулемётов, наверное, часов 5, наверное, катал. Ну 4 точно. Пока привык, пока прям полетело. Классно, хорошо. Во-вторых, есть ли смысл вообще, если имеется АК-12? Да, друзья, там не 200 патронов. Но у Калаша отдача чёткая. Она просто вот в точечку. Бац, и башки нету. У Брэна посложнее, но она тоже в точечку, никаких проблем. У Ховы тоже всё нормально. Прямо вот аппарат для нагиба. Но у штурмовика вообще в целом проблема то, что инженер как-то сейчас понагибнее будет. И можно было бы просто хотя бы этому пулемёту, дать такую же отдачу, как у АК-12. И не надо говорить, будет дисбаланс. Да не будет никакого дисбаланса, ребят, серьёзно. Просто у штурмовика появится нагибное могучее оружие, с которым он сможет гнуть на тех же РМ. Сможет, и это правильно, и это хорошо, это нормально. Зачем штурмовику бегать с 12-м Калашом против СКПХов и СВ-98? Пусть у него будет хотя бы такая пушка. Она всё равно не будет угловой. Она не будет, серьёзно. То есть, вот если сделать отдачу, как у АК-12, то эта пушка и АК-12, эта пушка будет чуть-чуть лучше. Но вот она будет ощутимо лучше, чем Калаш, Хова или Брэн. Потому что темп выше. Потому что она быстрее будет разрезать и как бы более качественно пилить голову, опять же, за счёт темпа, за счёт плотности огня. Но даже при таком магазине и при 655 темпа стрельбы, если сделать, как у АК-12, отдачу этому пулемёту, всё равно имбищей абсолютной он никак не станет. Но это не то оружие, понимаете? Штурмовик сегодня сможет стать имбищей, чтобы там, не знаю, медики, инженеры и снайперы плакали, если взять 12-й Калаш и дать ему темп береты. Вот это будет действительно. Вот это будет дичь. А всё остальное, это плюс-минус, лучше, хуже того же Калаша 12-го. И всё то же самое. А данный пулемёт, к сожалению, он к золотой тройке штурмовика. Это Хова, Брэн и Калаш. Он всё-таки не подбирается просто из-за одной причины. По одной единственной причине. Это очень неудобная отдача. У данного пулемёта имеется ещё два недостатка. Первый, это, как ни странно, его родной прицел. Похоже, во время изготовления кто-то случайно упал в муку лицом. И успел неплохо вдохнуть. Просто если хотя бы даже кто-то из разработчиков играл бы в эту игру, и он играл бы с этим прицелом, то он сразу бы заметил, что этот прицел это особая песня. Сам прицел прекрасен. Его внешний вид, зум, даже 1.8, я не очень большой любитель таких зумов, но всё-таки должен признать, он получился годным. Если бы не самое главное, что есть, пожалуй, у каждого прицела. Это прицельный маркер, то есть точка. А точка эта так идеально под тонам и колоражу подобрана, что когда в реальной той же мясорубке вы открываете этот прицел, вы эту точку вообще ни хрена на фоне карты и противников не видите. То есть когда ты открываешь, тебе кажется, что у тебя просто труба такая без прицела, без всего. И ты пытаешься как-то с помощью вот этого телескопа, этого аппарата увеличительного, этого монокля попасть куда-то. Причём, кстати, с большим трудом по сравнению с обычными прицелами. Именно по этой причине я сразу нахрен понял, что это не моя тема и поставил 1.4. Он годный, классный, сенсам в нём хорошая, зумчик достаточно неплохой, да и маркер прицела видно отчётливо. Я надеюсь, что разработчики поймут, что вот прицелом они вообще провалились куда-то прямо вот в выгребную яму и поменяют этот самый маркер, сделают какой-нибудь нормальный яхт. И почему всегда красные разработчики? Вот, ну зелёный же есть, поставьте зелёный или голубой какой-нибудь, ну много цветов есть. Почему именно красный всегда? Не понимаю? Ещё одним недостатком является зум. Да, он здесь плюс-минус неплохой, но разработчики, ну будьте вы честны, будьте для людей, ну сделайте хотя бы плюс-минус, как у тех штурмовых винтовок. Троицы золотой. То есть, как у Ховы, у Брэна, у Каваша. Вот как у них, сделайте зум, да ничего с этого плохого не случится. Люди только спасибо скажут. Ну и, пожалуй, можно подытожить и сказать, что главная проблема этого пулемёта, это, конечно же, отдача. Это самая большая проблема. При этом должен признать, что пулемёт в целом, он годный действительно, он годный играть где-нибудь на мясорубке, на штурме, может быть, на командном бою. То есть, это такая, знаете, фрагомашина на мясных режимах. Но ни на РМе, ни на ПВЕ, ни на спецоперациях, вот по чесноку, мне бы он не был нужен вообще никак. На РМах важна точность, ванта бы в голову ставить, сносить, но я об этом уже говорил, сами понимаете. А тут шанс того, что из-за рандома ты вообще в голову не попадёшь, хотя будешь точно целиться. То есть, на каких-то ближних дистанциях, дистанциях инженера, да, этот пулемёт он всё рвёт. Но для того, чтобы рвать на дистанциях инженера, есть инженер, или Чаппа. А бегать штурмовиком, чтобы рвать на дистанциях инженера, а потом сосать на штурмовых, это, знаете, сранные наклонности какие-то. По-моему, такие люди играть должны не штурмовиком. Ну и на ПВЕ он тоже не нужен, потому что ПВЕ это быстрый проклик, которого, кстати, у данного пулемёта вообще нету, даже у Калаша, у Ховы, у Брэна проклик намного лучше. Если ты тут быстро кликаешь на этом пулемёте, у тебя вот так вот просто прицел летает. То есть, можете забыть о том, чтобы нормально и комфортно двигать на ПВЕшках или в спецоперациях, этапами ставить хедшоты. В этом нет смысла. Да и в зажиме тоже нет смысла, потому что, опять же, ПВЕ это дальние дистанции, и он опять же будет косить на дальней дистанции. То есть, для ПВЕ этот пулемёт бесполезен. А для самого главного режима ПВП, это, соответственно, РМ, он посредственен. И только на мясных режимах ПВП он по-настоящему может раскрыться. Так что, в целом, совсем сказать, что он херня, нельзя. В принципе, пулемёт хороший, годный. Но можно намного лучше, хотя бы исправив отдачу. И очень надеюсь, разработчики, что вы это сделаете. ХЕДШОТ! Субтитры создавал DimaTorzok